Привет, как дела? Сегодня я расскажу про наших двух собак, которые у нас были в последнее время, последние 12 лет, Леру и Джеру. Где-то 12 лет назад мы потеряли предыдущих своих тоже двух собак, Алису и Рика, тоже они умерли от старости, и нам так стало скучно, грустно и одиноко, без домашних питомцев, что мы решили взять одну собачку, как всегда в приюте, чтобы спасти хоть какую-то одну душу. Мы всегда берем собак из приюта или с улицы, никогда не покупаем и не берем породистых собак, если только их не надо спасать, если только их не надо лечить или они остались без крова. Сейчас же, когда у нас Джера 2 месяца назад умерла, точнее нам пришлось ее усыпить, в связи с тем, что она уже была практически бездыханная. Об этом я рассказывала уже, смотрите в этом ролике. У нас тоже появилось такое резкое чувство, что нам нужно животное в доме, нам нужна какая-то отдушина. Мы даже на кладбище вот сейчас ходим, навещаем могилку моего брата, недалеко от нашего дома. И там кормим собак, которые живут при кладбище. Там три собачки, Моня, Пират и Роза. Об этом я тоже, может быть, расскажу, если вам это интересно. Кормим их и прямо хочется поласкать кого-то, погладить и пообщаться. Поэтому не хватает нам Джеллочки и Лерочки, конечно. И об этом сегодня мой рассказ. Итак, по соцсетям, где-то в группе ВКонтакте мы искали себе собачку из приютов. То есть по группам приютов в Санкт-Петербурге. И напали на какую-то девушку Ева, которая нам предложила подержать у себя собаку, спаниельку. Ну, как бы в качестве передержки, потому что она, видимо, потерялась и не могли найти хозяина. И мы взяли собачку. Конечно, мы думали, что нам придется ее отдать, когда хозяин найдется. Но хозяин так и не нашелся. И в итоге Лера стала жить у нас. Изначально, ну, по фотографиям она была очень интересная, красивая собачка. Но изначально она нам не понравилась. Какие-то очень злые глаза такие, пустые. То есть у нее всегда взгляд был такой в пустоту, как будто она смотрит, а не на тебя. А потом она уже стала такая любимая и хорошая. И не важно, куда она и когда смотрит. Главное, что она любит ласкаться тоже. Но любила также часто убегать. Поэтому на ошейнике мы ей сделали такой медальончик и написали наши телефоны. На поводке она категорически отказывалась гулять, поэтому мама с ней гуляла недалеко от нашего дома. Есть такой пустырь, где, в принципе, нет никаких машин и собаки спокойно могут гулять без поводка. Единственное, что Лера, ну, так как она спаниелька, она охотничья, ей постоянно хотелось что-то копать, что-то искать. И постоянно она что-то подбирала во дворе, что-то ела. Где что найдет, сразу уплетала за обе щеки. Ну, охотничья собака очень все везде искала, выискивала. И так вот она у нас очень часто убегала. И благодаря этому медальончику люди звонили и говорили, вот ваша собачка тут, вот ваша собачка тут. И нам приходилось только ездить по тем адресам, которые нам давали люди, потому что они брали к себе домой, пока мы не заберем собаку. И давать им то какие-то шоколадки, то в качестве денежного бонуса какие-то вот отступные. А однажды она у нас убежала, рано утром мама гуляла с ней, опять же таки на том же пустыре, и в темноте ее черную не было видно. И она куда-то убежала, часто любила за соседями уплетаться, и, видимо, к метро мы так подумали. За кем-то из соседей побежала к метро. И мама пошла к метро искать ее, спросила у бабушек, которые рядом с метро торгуют там цветочками, какими-то овощами. Говорят, да-да, видели, вот она в метро и забежала. Она пришла в метро, стала искать, и тут выяснилось, что ее собрали в милицию, в обезьянник посадили. И даже милицейский, говорит, не хотел отпускать ее, потому что, говорит, а может быть это не ваша собака. Сказал, что она хотела уже побежать по эскалатору вниз, но мы, говорит, вовремя ее засекли и поймали. Не знаю уж, как они поймали, в общем, слава богу, ничего там на эскалаторе с ней не случилось. И заперли в обезьянник, так что Лера у нас еще и в тюрьме посидела. Потом мы ездили с ней на дачу, помню, мы на машине как раз ездили. Брат у меня приезжал из Лондона, я еще жила в России. И мы сели в машину и поехали на дачу в Тольятти. То есть это 1700 километров. Мы с братом на двоих делили эту трассу, кто ночью, кто... То есть он рулит, я сплю на заднем сиденье и наоборот. Так мы за сутки 1700 километров прогнали туда, потом вернулись тоже обратно. И вот она у нас побывала, попутешествовала на машине в город Тольятти. Туда, где я родилась и побывала на нашей даче. Мы еще на тот момент ее не продали. Я нашла недавно эти фотографии и видео. Крошу там забор, ходим на Волгу, купаемся. И Лера наслаждается жизнью. Джелла же мы взяли где-то через год или полтора после того, как у нас появилась Лера. Когда я работала в отеле, у нас там происходил ремонт. И все старые подушки и одеяло владелец выбрасывал. Я это все собрала и пригнала туда машину. И мы с мамой повезли все эти подушки и одеяло в приют Ржевка. Приют там и кошки, и собаки. И когда мы отвозили туда вот эти вот постельные комплекты, ну, чтобы как-то помочь бездомным животным, волонтерили немножко, нас спросили, не хотите ли вы там с кем-то погулять и пообщаться с животными. Ну, мы так пошли посмотреть. Мы, конечно, нам очень тяжело находиться в приюте, потому что мы готовы взять любую собаку. Мы стали смотреть собак. Там мама еще, она журналистом работала, тоже спрашивала кое-что. Потом про них еще статью написала. И так вот зашли. Мы просто нам предложили прогуляться с одной собачкой. Мы зашли в вольер. И она прям забилась так к дальней стенке, затряслась и даже отписалась. Ну, пока я тянула к ней руку взять ее на поводок. Мне так стало ее жалко. Я сижу, ее глажу, ну, как бы успокаиваю. Все нормально. Я не сделаю тебе, не причиню никакого вреда. И она как-то стала успокаиваться. Я так повернулась, посмотрела на маму. И она говорит, бери. То есть она поняла по моим глазам, давай возьмем эту собаку. Мы ее забрали оттуда. Что нам рассказали? Кто-то ее в детстве, ну, видимо, бил. Ей около года. И собака боится людей. Но, в принципе, очень спокойная. Она, конечно, была большой. Мы к таким большим собакам не привыкли. У нас впервые в жизни была большого роста собака. Обычно у нас миттельшнауцер был. Рик. Самый такой высокий. Он был небольшого такого роста. Вот такой где-то. Средненький, короче говоря. Лерочка-то тоже так маленькая была по сравнению с Джелой. Но Джелла прямо такая реальная. Я не знаю, у нее, мне кажется, смесь хаски с овчаркой или что-то такое. Ну, конечно, все собаки у нас были дворняги. То есть метисы, смеси одной породы с другой породой. И вот мы ее взяли. С Лерой они постоянно игрались. Жили очень дружно. Джелла в ней души не чаяла. Лера для нее была божеством. Лера, Лера, где у меня Лера? Дай поиграюсь с Лерой. В общем, Лера там такая заводила. Лера у нас была с характером. А Джелла вот прямо просто такой полный ноль, так скажем, до последнего момента. Когда я приехала из Лондона, я же вся такая эмоциональная. Я уже и Джеллу завела. Джелла была у нас душой компании. Вся такая хохохо расцвела. И вот так вот с Лерой и с Джеллой мы постоянно гуляли вдвоем. Лерочку мы, конечно, баловали. Мама даже ей из Лондона привезла такой куртяк крутой, кожаный, с какими-то стразами. За 20 фунтов на Камден Таун рынке купила. Мы их наряжали, особенно после дождя, когда придут с улицы. Все такие промокшие, хочется погреться. Мы их полотенчиком оботрем и наряжали в какие-то кофточки, чтобы им было тепло. Они ходили такие довольные, две мадамы. Часто сидели у меня в комнате, там у меня как бы диван рядом с окном. И смотрели в окошечко, где там что происходит. В таких еще рубашечках своих, в общем, в пижамках своих ходили. А Лера любила, когда ее так вот еще плотно укутывают, прямо запеленают, как ребенка. У нас племянница приходила и постоянно просила маму, говорит, сделай ляльку из Леры. Лера лежала вообще не шелохнувшись, она просто обалдела от этого. И мы ее вот так вот заматывали, и она так и могла часами лежать. Также она очень любила рядышком пристроиться под мышкой или где-то на животе. И так же развалится и дрыхнет. А еще мы с ней гуляли по Санкт-Петербургу, выходили так периодически в центр. То в Летний сад сходим, то куда-то на Васильский остров, я помню, ходили по набережной лейтенанта Шмидта. В общем, гуляли мы с ней на поводке. Туда она, в принципе, шла на поводке. Нравилась ей в Неве, она купалась. И со всеми людьми ей нравилось общаться, ходила вся такая балдежная. То есть устраивали мы с ней фотосессии. Когда я приезжала в Россию из Лондона, собаки, конечно, очень радовались тому, что вторая хозяйка приехала. Мы с ними часто ходили гуляли. Я им тоже какие-то привозила плащики, сувенирчики, ошейнички. В общем, тоже привозила какие-то презенты. И они были довольны, играли там со всякими мячиками. Никаких проблем у нас с ними никогда не было. В плане того, что там кого-то они погрызли или укусили, или еще что-то. У Леры было две операции, ну так скажем. Не операции, а просто, опять же таки, чего-то сожрала на улице. У нее застряла в пищеводе то ли косточка, то ли маслы какие-то. И мама повела ее в больницу, чтобы ей достали это. То есть она не могла уже даже дышать. Она задыхалась так. Я в это время уже была в Лондоне. Мама справлялась одна. Первый раз ей влили какую-то белую жидкость, чтобы просветить и посмотреть. То есть ей сделали УЗИ и посмотреть, что там застряло. Да, там было как-то посередине такой косточка или что-то торчало. И в итоге ей хотели вытаскивать. Сделали общий наркоз. А когда делают общий наркоз, бывает так, что собаку вырывает. И вот вместе с этой косточкой ее вырвало. Ну, конечно, маме пришлось подождать, когда она простется, прийти за ней часа через три. Ну, она выбежала оттуда такая вся счастливая, довольная. Ей очень понравилось в ветлечебнице. С ней все так хорошо обращались, что она прямо была довольна. Она у нас была звезда. Я звезда. А второй раз ей вытаскивали эту косточку прямо целыми такими щипцами. Доставали под общим наркозом. Мы заплатили за это, по-моему, 8 тысяч первый раз. А второй раз 15 тысяч. А больше-то ничего у нас и не было. Как бы дворняги, они все такие неприхотливые. У них всегда организм и иммунитет очень хорошие. И до последнего, пока они до старости не доживут, тогда уже, конечно, начинаются какие-то проблемы с желудком, с печенью, с селезенкой. Вот у Джиллы была и селезенка, и печень больные. Очень тяжело, конечно, когда они уходят. И вот как раз, опять же таки, Леру подвело то, что она что-то сожрала на улице. Я была в Лондоне. И буквально за полчаса сгорела. То есть, ее начало трясти, колотить, там что-то рвать. И мама просто даже не знала, что делать. То есть, она сожрала какую-то отраву. И мама хотела ее, запаковала в мешок, чтобы донести до поликлиники. И вот по дороге она у нее умерла. То есть, не спасли мы Лерочку. Лерочка, так мы и думали, что своей смертью не помрет. Хотя у нее, конечно, уже начинались какие-то опухоли на желате. В общем, тоже, по-моему, в 11 лет она умерла. Немножко не дожила, конечно. Не пожила свою старость. А Джелочка, конечно, последние два года ходила, постоянно ее искала. Потому что она в ней души не чаяла. Она просто не могла жить без Леры. Но потом, вот последний год приехала я. И как-то ей стало повеселее. И я ее старалась так развлекать. Я валялась с ней в снегу. Она просто была счастлива. Мы игрались, кувыргались. То есть, собаке нужно было общение. Вот в последний год жизни она реально стала такой крутой собакой. Не просто я ее раньше звала Амеба. То есть, она вообще ни о чем. У нее никакого характера не проявлялось. А вот в последний год, когда она осталась одна, когда я вернулась из Лондона, она прямо, ну, я не знаю, как-то возродилась. Может быть, даже последний вот этот вот год ей удалось прожить за счет того, что я ее так активизировала. И она у нас тоже так расцвела. Прямо такая вся стала пушистая, белоснежная грудка. И мы с ней постоянно играли. Я ее ходила, водила в парк. Мы бегали. Вот в последний, вот в июне я начала бегать и брала ее с собой. И она отлично проводила в парке время. Она хорошо себя чувствовала. Но вот в июле, как-то за неделю она буквально у нас сгорела. Два года назад у нее была проблема с селезенкой. И врач сказал, что, возможно, у нее на животе был какой-то ушиб. Мама говорит, так как она любила через маленькие такие заборчики перепрыгивать, возможно, она где-то как-то неудачно перепрыгнула и ушибла себе живот. И вот там начались какие-то опухоли, какие-то водянки. И непонятно, что было с селезенкой. В общем, ее так расперло хорошо. И тоже два года назад у нее была такая проблема, что она практически не могла уже дышать. И какая-то бездыханная была. Мама повела ее в клинику. И врач сказал, что можно сделать операцию, удалить все эти опухоли. Но не факт, что, во-первых, она перенесет эту операцию. Во-вторых, это поможет. Говорит, рассчитывайте еще года на два максимум. Если это рак, то собака может в любой момент скончаться. Ну и вот все, что было с Джеллой последнюю неделю. Я вам рассказывала, показывала, как мы выводили ее в ветклинику. Что мы там и УЗИ, и рентген делали, и сдали кровь на тесты, на анализ крови химический или какой-то другой. И селезенка у нее была увеличена, и с печенью проблемы. ЭКГ нормальная, но кровь показала, что у нее в крови вообще нет каких-то компонентов. И она последние два дня вот просто практически не ходила. Мы ее ели, дотащили до поликлиники. И там уже приняли решение, что так как кровь, вот как раз в тот момент нам и пришел анализ, и показала, что у нее три фактора каких-то были вне нормы, вне вообще каких-то норм. То есть очень низкие. И мы решили, и мы приняли такое решение, что собаку не мучить. Вот два года, которые сказал тогда врач, она прожила. И я вот лично внутренне готовилась после того, как он сказал два года, что в любой момент с ней может такое произойти. А уж тем более после Пеппы и Кока, когда я узнала, что мои любимчики из Лондона тоже умерли, когда меня там уже не было. В общем, жалко, конечно, что все они уходят. Но мы решили ее не мучить, помятуя опыт, что у нас было с Риком. У него начались какие-то проблемы с желудком. Я его тоже две недели пыталась вытащить из всех этих проблем. Делала ему уколы, капельницы. По два часа утром, по два часа вечером у нас было очень большое количество процедур. В течение двух недель. То есть по четыре часа в день я тратила на Рика, чтобы его выходить как-то с его желудком, с печенью. Но так и не удалось. Ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. И в итоге мы также его решили усыпить. Старость, не радость. Все старенькие рано или поздно умирают. И к этому надо готовиться. И к этому надо как-то философски относиться. Как говорится, все мы там будем. Я очень рада, что эти две собаки прожили хотя бы 10-11 лет своей жизни. вместе с нами. И в принципе были счастливы и довольны тем, что у них есть дом, у них есть тепло, еда и хозяева. Единственной проблемой были поездки. Так как я жила в Лондоне, мама жила с собаками одна. И когда она планировала путешествие ко мне, ко мне она ездила довольно-таки часто. Где-то там раз в три месяца, раз в полгода. И собак было не с кем оставить. Мы то нанимали кого-то, то с друзьями договаривались, что они у нас поживут. А вот в тот момент, когда у меня погиб брат, мы попросили родственников посидеть с нашими собаками. Они вроде бы сначала согласились, но потом сказали, мы не обязаны сидеть с вашими собаками. Ну, потому что узнали, что мама уехала на похороны. Оказалось, весь процесс расследования затянулся на неопределенный срок. И они отказались сидеть с нашими собаками или взять их к себе. Вот так вот, когда у тебя случается горе, и от тебя отворачиваются абсолютно все родственники и все друзья. На тот момент у меня и друзья тоже как-то так испарились в Лондоне. И ты остаешься один на один с тем, что тебе надо делать. Это, конечно, очень тяжело было. Хорошо, мне тогда подружки мои из отеля, где я работала, помогли, пожили у меня вот два с половиной месяца дома и следили, как могли, за собаками. Но, конечно, для собак это, скорее всего, был такой приличный стресс, но тогда уже мы не думали, потому что у нас был еще приличнее стресс, связанный с гибелью моего брата. Все это, конечно, очень тяжело сейчас вспоминать. Может быть, когда-то я постепенно начну рассказывать, как и что было, потому что очень много полезной информации. Когда ты сталкиваешься со смертью родного человека за границей, это, конечно, мне пришлось с нуля выискивать все, что зачем делать и как с этим быть. Поэтому я считаю, что это будет очень полезной информацией для тех, кто живет, допустим, в Англии и вдруг, не дай бог, случится у них такое горе, чтобы знать хотя бы какие-то алгоритмы действий, как быть и что делать. Я думаю, что об этом стоит рассказать. Но, поверьте, мне это очень тяжело удалось, и мне очень тяжело об этом рассказывать. Чем дальше, тем, наверное, будет легче, но пока не могу. Вот так вот какими-то малыми дозами рассказываю о том, что произошло. Очень много людей и животных я потеряла за последние 4 года, и это очень тяжело пережить. Поэтому сейчас вот мы планируем все-таки взять новую собачку, потому что, ну, опять же таки, душа требует. Естественно, мы будем брать ее из приюта, но на этот раз небольшую, потому что джеллу мы не могли дотащить своими силами до ветлечебницы. Спасибо огромное, нам помогли соседи по нашему дому, довезли на машине. Поэтому будем брать небольшую, но не таких, знаете, декоративных собачек. Таких, конечно же, не будет в приюте, и они очень такие избалованные, что ли. Мы берем всегда дворняк, с ними никогда никаких проблем не бывает, и это самые преданные друзья по жизни, не болеющие и полные сил и здоровья. Поэтому как возьмем, так я вам расскажу и покажу нашего нового питомца. Возможно, двоих возьмем. Сейчас уже не имеет никакого значения, мы все равно сидим дома, никуда не выезжаем практически. Ну, если я буду ездить, то мама будет сидеть, или будем уже как-то искать или гостиницу, или нанимать людей, или как-то договариваться со знакомыми и друзьями. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!